Трое детей и 18 лет совместной жизни. И все? Неужели одна из самых гармоничных пар в шоу-бизнесе, всегда избегавшая скандалов, разваливается? А ведь их свадьба в 2006 году запомнилась роскошью. Сам мэр Москвы тогда вручил молодоженам свидетельство о браке. А Алсу, ради семьи, практически отказалась от своей карьеры. Ян Абрамов еще до встречи с Алсу был очарован певицей. Он знал практически весь ее репертуар и мечтал о том, чтобы однажды встретиться с ней. И хотя сам Ян был очень завидным холостяком, и многие красавицы из светской жизни были вокруг него, такие как Ксения Собчак, Алина Кабаева и Анастасия Волочкова, его сердце принадлежало Алсу. И встреча, сраженного любовью Яна с Алсу, все же состоялась. Их свела общая подруга певицы Ариана, предложившая встретиться с достойным молодым человеком по имени Ян. И Алсу согласилась. Ян пришел навстречу в шикарном костюме, держа в руках букет цветов. Это произошло в 2005 году, и дальше последовали романтичные свидания. Ян старался изо всех сил, чтобы впечатлить певицу, даже исполняя фрагменты из 20 ее песен. Алсу была приятно удивлена обширными знаниями своего нового друга. Спустя два месяца романтических свиданий, Ян предложил Алсу выйти за него замуж. В 2006 году пара зарегистрировала брак и устроила грандиозное торжество. Ян потратил 3,5 миллиона долларов на организацию свадьбы, которая вошла в историю как одно из самых дорогих мероприятий в российском шоу-бизнесе. Для церемоний был арендован концертный зал «Россия» в Лужниках. Среди гостей присутствовала практически вся столичная элита – от политиков и бизнесменов до знаменитых артистов. Свидетельство о браке молодоженам вручил тогда Юрий Лужков. Чуть позднее у Алсу и Яна родилась дочь Софина. Еще спустя полтора года в семье появилось еще одно пополнение – на свет появилась Микелла. Алсу решила оставить сцену и посвятить себя воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства, поэтому ее перестали видеть на светских мероприятиях. Певица посчитала важным уйти из музыкальной карьеры ради семьи. В 2016 году Алсу родила третьего ребенка – сына Рафаэля. С прошлого года начали ходить слухи о проблемах в семье Алсу и Абрамова. Некоторым показалось подозрительным, что певица появилась на людях без обручального кольца. Ее печальные посты в социальных сетях тоже вызывали вопросы у поклонников. Папарацци пытались узнать детали, но Алсу отказывалась комментировать личную жизнь. Только весной 2024 года ситуация прояснилась. 41-летняя певица подала на развод с 46-летним Яном Абрамовым после 18 лет брака. Заявление о разводе было зарегистрировано в день выпускного вечера старшей дочери Софины. Оказалось, что супруги уже год как живут отдельно. Слухи ходят, что одной из причин разрыва стали частые измены бизнесмена. Алсу намекнула на связь олигарха с бывшей девушкой Тимати – Анастасией Решетовой. В своих соцсетях 28-летняя Решетова поспешила оправдаться, сказав, что за последний год она изменила свое отношение к связям с женатыми мужчинами и больше не обращает на них внимания. «Привлекательность таких мужчин утрачивается в моих глазах. Ни в коем случае никого не осуждаю, каждый сам решает, с кем быть». Просто за последний год пришла к такому выводу, написала Анастасия своим подписчикам. После этого Алсу оставила короткий комментарий под постом. Врет. Одним словом, певица прояснила всю ситуацию. Тем не менее, Ян и Алсу не расторгли свой брак, поскольку Абрамов попросил два месяца для примирения с певицей. Он предложил ей 2,5 миллиарда рублей, недвижимость и другие блага. Однако Алсу не согласилась, утверждая, что ее решение бесповоротно, и подала на раздел имущества. Абрамов нанял известного адвоката Александра Добровинского для помощи в деле. Первое заседание в Савеловском суде прошло 26 июля и длилось всего 7 минут. Это была подготовительная встреча. Ни Ян, ни Алсу на заседании не присутствовали. Стало известно, Ян никогда не предпринимал никаких попыток для того, чтобы развестись или уйти от Алсу. Многие пишут про его романы и прочие глупости, но соответствует ли это действительности? Алсу, к сожалению, приняла все попытки к тому, чтобы разрушить брак. Она подала на развод, она подала на раздел имущества и после поехала на Олимпиаду во Францию, чтобы не быть на суде. Адвокат Абрамова заявил, Я, наверное, могу понять женщину, которая не хочет посещать суды. Но моя задача – попытаться примирить их, сделать все возможное, чтобы сохранить их семью. Ради любви, ради детей, ради 18 лет совместной жизни. Я ведь известен как миротворец. Алсу уже заявила, что ее решение о разводе окончательное и не подлежит изменению. В таких условиях возможно ли примирение? Суд дал им два месяца на попытку восстановить отношения. Если развод все-таки состоится, впереди предстоит апелляция, которая займет еще около трех месяцев. Весь этот период Ян и его адвокат будут стараться склонить Алсу к сохранению брака. Следующее судебное заседание назначено на 22 августа. Только тогда станет ясно, как будет развиваться ситуация с разводом. На данный момент, по мнению адвоката, ситуация выглядит странно, и к певице возникает множество вопросов. Все это выглядит очень странно. Со стороны Яна нет агрессивных действий, но мы видим, что Алсу подала на развод и на раздел имущества. Ян предложил потрясающие условия – активы на сумму 2,5 миллиарда рублей, лишь бы сохранить брак. Но она отказалась. Зачем нужен раздел? Это непонятно. Ведь можно было мирно решить этот вопрос. Суд присудит сумму значительно меньшую, чем то, что предлагает Ян. «Я не понимаю позицию Алсу», – говорит Добровинский. Совместные активы знаменитых супругов немалые. Оба они происходят из зажиточных семей. На совершеннолетие отец Алсу подарил ей квартиру на Никитинском бульваре. Артистка практически не жила там, поскольку училась в Лондоне, где также приобрела недвижимость. Стильные апартаменты, занимающие целый этаж жилого дома, с панорамными окнами на все четыре стороны света. Основной дом, занимающий более тысячи квадратных метров, где в настоящее время проживает певица, находится на Рублевке, в поселке Усово. Его супруги воздвигали после появления детей на свет, и все решения по интерьеру принимала артистка. Семья переехала сюда из квартиры на 57-м этаже престижного жилого комплекса на Чапаевском переулке. Именно там Абрамов проводит большую часть времени, когда бывает в Москве. Также у них есть коттедж в Крыму неподалеку от Севастополя, который отец Алсу подарил своим внукам. На его территории расположены частный пляж, теннисный корт, конюшня, вертолетная площадка и даже собственная мечеть. Помимо этого, супруги владеют внушительным автомобильным парком, в который входит, например, роскошный Майбах 62, а также многочисленными долями в бизнесах и банковскими счетами. Ян Абрамов всеми возможными способами стремится сохранить этот брак. Он уже пытался поговорить с женой и не оставит этих попыток, будет стремиться до конца. Ведь нужно действовать, пока Алсу не вышла замуж повторно, и мы не увидели ее с новым мужем. Мы приложим все усилия, чтобы убедить ее в том, что Ян действительно ее любит и обожает. Я знаю Яна Абрамова много лет, видел ее в клубах, в ресторанах, на отдыхе, и ни разу он не проявлял интереса к другим женщинам. В нашей стране столько красивых девушек, что можно заполнить все мировые подиумы, но он никогда не обращал на них внимания, понимаете? Рассказал адвокат Абрамова. Ну а пока Алсу назло бывшему и завистникам показала, как живет во время бракоразводного процесса. Она показала, как проходит ее обычный день и похвасталась роскошными интерьерами своего дома. По словам певицы, она большая поклонница всего красивого, поэтому старается окружать себя эстетичными вещами. Алсу рассказала, что старается проводить свои будни максимально продуктивно. Она работает над новыми композициями, поэтому большую часть дня проводит на звукозаписывающей студии. Она посетила родную деревню своего отца и привезла своих детей – Софину, Микаэлу и Рафаэле. Это место имеет огромное значение для нее, так как именно здесь прошло ее детство, и похоронены бабушка, дедушка и другие родственники. Это первая семейная поездка в родную деревню за долгое время. А в свободное время Алсу предпочитает посвящать себе любимой. Певица регулярно посещает салон красоты, балует себя роскошными подарками и ужинает только в лучших ресторанах столицы. Бракоразводный процесс нисколько не поколебал уверенность певицы в себе.